друзья всем привет очень актуальная тема дня сегодняшнего это регистрация автомобиля и к сожалению на сегодняшний день в условиях карантина и пандемии на данный момент пока сервисные центры не работают но так или иначе люди хотят покупать транспортные средства особенно сейчас когда транспорт не работает в принципе не метро не автобусы не ездят не трамвай хотя иногда я вижу изредка проходящие мимо автобусы но это скорее всего те автобусы которые везут людей на работу медиков милицию простите полицию пожарных и всех остальных то есть те которые нужны нам в первую очередь также развозки всяких мегамаркетов супермаркетов так вот регистрация во время пандемии пока не разрешена но люди все равно покупают транспортные средства и пользуются следующими вариантами о плюсах минусах насколько знаю настолько расскажу есть несколько вариантов развития событий первый это договор купли-продажи если мне не изменяет память делая это очень давно но он имеет срок своего действия поэтому не рекомендую по причине того что неизвестно насколько продлится карантин а если закончится срок договора то будет печаль вариант номер два это доверенность нотариальная оформляя нотариальную доверенность сразу же понимаете что вам нужно вписать еще одного человека потому что по закону украины вы не можете сами себе продать автомобиль поэтому в данном случае это будет выглядеть в формате того что вы предоставляете или же кто-то еще в доверенности предоставляет интересы продавца не забывайте о том что нужно брать выйти из единого державного реестру протещенным обсяжения майна на автомобиль и на самого продавца также не забывайте о том что покупая автомобиль по доверенности вы можете стать заложником ситуации того что человек ранее уже продавал автомобили и в данном случае вы можете просто попасть на налог в 6 процентов к сожалению узнать этого до открытия сервисного центра не получится не понятно что у кого-то может быть есть длинная волосатая рука он может узнать это гораздо раньше но это не совсем тот пример которым могут воспользоваться все остальные люди и поэтому понимаете что попасть на 6 процентов от той суммы которая написана в договоре купли-продажи у вас есть это на случай если человек уже продавал автомобили в этом календарном году для тех кто все-таки не хочет рисковать в это смутное тяжелое время я рекомендую воспользоваться простым проверенным способом это прокат автомобилей то есть так или иначе это выход из положения особенно если вы хотите купить дорогой автомобиль одно дело если это что-то недорогое там в рамках 5 8 тысяч долларов другое дело если вопрос касается 30 40 50 тогда когда есть зона риска просто банально пристроиться на эту сумму ввиду того что сейчас очень сильно процветает мошенничество зона риска она конечно есть я внизу оставлю контакты людей тех которых я знаю лично я им привозил автомобили и парни занимаются арендой автомобилей это не реклама это просто же с доброй воли вдруг кому-то нужно ребят не забывайте о том что эта проблема не выдуманная она действительно есть и коронавирус он сам по себе не опасен для жизни он справляется организм наш легко справляется с коронавирусом беда заключается в том что бацилла которую селит он в легких вот она как раз и поражает легкие то есть продукты жизнедеятельности вот этого вируса и они творят несчастье как бы там ни было пользуйтесь антисептиком пользуйтесь масками маски конечно вас не спасут от того что если кто-то рядом с вами чихнет на вас маска нужна для того чтобы руками случайно себя не трогать которые могут быть в вирусе также маска спасет если вы заболели и кашляете где-то на кого-то то бациллы сильно не полетят и они останутся где-то на ватно-марлевые повязки берегите себя берегите своих близких будьте здоровы но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока